Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости! Меня зовут Мария, вы на YouTube-канале «Из камней». Сегодня будет видео-обзор украшений из натуральных камней и жемчуга. Я проживаю в Подмосковье, занимаюсь изготовлением украшений из натуральных камней и жемчуга и отправляю свои работы по всему миру. Если у вашего населенного пункта есть отделение Почты России, то вы сможете получить от меня посылочку. Первое колье, которое я вам покажу, собрано из аквакварца, натурального жемчуга, жемчуга-барокко и здесь тоже идет натуральный жемчуг. Колье собрано на Мэймори проволоки. Его длина 44-44,5 см, плюс 5 см есть удлиняющая цепочка. Его цена сейчас 3267 рублей. Пока скидка небольшая на это украшение, потому что оно собрано недавно. И когда продавалось, было в наличии такое украшение, имело большой спрос. Камней таких у меня не было, поэтому решено было собрать еще украшение. Пока скидку большую я на него делать не собираюсь. Ссылку я оставлю на весь жемчуг в комментариях и в описании под видео. Также будут ссылки на коллекции с другими камнями. Следующее колье из натурального речного жемчуга розового цвета или кремового. Не такой уж он розовый, больше кремовый. Цена на это украшение довольно высока, потому что каждая жемчужина в этом колье собиралась на пин. Потом она насаживалась на основу на мэмори проволоку. И получилось такое украшение. Цена этого украшения 8120 рублей. Сейчас пока без скидки. Иногда в моем магазине бывает скидка, поэтому в ваших интересах переходить самостоятельно в магазин. И оформлять заказ через корзину, когда появляется скидочка. Длина этого колье 49 сантиметров. В моем магазине вы найдете еще и другие украшения. Из жемчуга более пышной, выраженной, объемной, средней частью. Заходите, смотрите. В моем магазине более 1800 готовых работ, более 1800 отзывов. И работаю я уже шестой год, как пошел. Еще одно более великолепное украшение. Наверное, его можно назвать свадебным. Кто как. Кто-то любит и на другие торжества наряжаться не менее празднично. Вот такое украшение тоже с каждой жемчужиной накручивалось вручную на пин. Далее насаживалось на мемори проволоку. Здесь жемчуг майорка. Это жемчуг в форме барокко. Барочный жемчуг, но майорка. Все жемчужинки одинаковой формы. Здесь три и здесь три. Это, кстати, тоже жемчуг майорка. И в отличие от натурального жемчуга, дефектов на жемчуге майорка вы не встретите. Иногда бывают дефекты около отверстия, но сейчас они закрыты шапочками. Цена этого украшения 8120 рублей. Почти такая же, как розовый. Но я считаю, это украшение намного красивее, чем это. Оно как-то более величественнее, праздничнее. Длина 54 сантиметра, как я уже говорила. Следующее украшение я вам покажу. Это на мемори проволоки колье. Великолепное ожерелье из синего. Его еще называют черный жемчуг. Посередине средняя часть выполнена из речного жемчуга. Эта часть завершающая, это жемчуг майорка. Посмотрите, довольно хорошего качества черный жемчуг. Сейчас скажу длину. Цена 5500 этого колье сейчас без скидки. Опять же, заходите в магазин периодически, возможно, будут скидки. Два таких украшения 45,5 и 47 сантиметров, плюс цепочка. И цена 5500, как уже сказала. Далее я вам покажу вот такой жемчуг. Это натуральный жемчуг барокко. Полностью бусы собраны из натурального жемчуга. И давайте я вам по очереди покажу каждое украшение. Так, вот первые бусы. Все они по одинаковой цене, без скидки 15500. Каждое колье, которое я сейчас буду показывать, в магазине выставлено в отдельной товарной позиции. Как видите, здесь указана длина, цена одинаковая. Здесь для удлинения жемчуг в кукурузку я оставила. Знаете, что любой камень, любой жемчуг продается на нитях. Так вот, я приобрела жемчужины на нитях. Довольно они короткие были. И чтобы нормальной длины получилось украшение, так как жемчужины объемные, я добавила еще вот такие жемчужинки. Фурнитура под серебро, радированная, качественная, с удлиняющей цепочкой. Замочки стальные, покрытые родием. Вот такие великолепные жемчужины. Жемчужины это колье под номером 1. Именно его вы и получите на фотографиях, именно оно со всех ракурсов. И забыла сказать, вот здесь прозрачная шпинель, сверкающая между бусинами добавлена. Следующее колье из барочного жемчуга. Длина у него 49 сантиметров получилась. Цена тоже такая же, 15500 сейчас без скидочки. Оформляйте самостоятельно на ярмарке мастеров через корзину. Украшение. Указывайте правильно адрес. И отправлю вам в ближайший рабочий день посылочку вашу. Следующее колье. Жемчужины чуть поменьше. Качество совсем не хуже. Длина 46 сантиметров у них получилась. Вот такие жемчужины более изящные. Это колье номер 3. Колье номер 4. Тоже относительно некрупные жемчужины. Оно получилось 44,5 сантиметра. Конечно же есть дефекты на бусинах. Но прям уж таких ужасных нет. Ну и цена 15500. Еще возможно у меня скидочки будут. Знаете, некоторые жемчужины. За одну жемчужину цена такая может достигать даже дороже. Если жемчужинка идеальна. И еще одно колье. Это 5-ое. 49,5 сантиметров. Вот такие бусы. Я думаю на этом все. Потому что снимаю я видео поздно уже. Свободная минутка у меня появилась. Заходите в магазин. Смотрите. Вначале сказала, что будут ссылки на другие камни. Но не будет. Сколько успела, столько засняла. Скоро я буду делать большие скидки на колье. Из крупных камней. Потому что что-то они не очень популярны. Больше все-таки носят классику. И будут собираться однорядные бусы. Из мелких камней преимущественно. Поэтому кто давно хотел приобрести объемное себе массивное украшение. Оригинальное, авторское. Которого ни у кого не будет. Никогда вы не встретите ни у кого. Из необычных камней. То заходите, смотрите. Я пройдусь быстренько. Без хорошего освещения по стенду. Где висят все украшения. Которые выставлены на ярмарке мастеров. Так, вот из таких сердоликов. Крупных есть трехрядное колье. Еще из тигрового глаза. Посмотрите, какой ряд у меня. Даже два массивных из аметиста. Есть из редкого камня хиллерит. Вот такие вот украшения. Разные изделия. Из синего жемчуга много. Недорогих. Подороже. Крупных. Такие, смотрите. Разные. Из сардоникса новиночки. Босы. Будут писать, почему не называете цену. У меня нет возможности. По времени не хватает у меня на все называть цены. Вот такие александриты. Вот этот александрит аметистового цвета. Вот эти. Зеленоватые в реальности. А на видео они тоже аметистового цвета. Изумруды. Африканские разного размера. Опалы. Смотрите, какие есть. Медовые опалы. Черные. Амазониты. Голубые агаты. Лабрадоры. Целый стентолазурит. Сердолик. Так, у меня очень много еще турмалина. Турмалин. Вот, посмотрите, какие турмалины у меня. Это синие турмалины трех размеров. 40, 45 и 50. С огранкой крупные, помельче, очень мелкие. Танзаниты. Есть султаниты. Ко мне никто не приходит, поэтому для доступа, чтобы не перемешивалось. Все не спуталось, не искривилось. У меня вот так некоторые украшения перевязаны. Так, алмазные. Вот такие нити. Это дикий необработанный алмаз. У нас в наличии черного цвета, серенького, темно-серенького и редкого голубого цвета. Голубой очень редко бывает. Пожалуйста, у меня, если где-то в другом месте увидели, покупайте, потому что еще попозже уже может не быть таких. Это раухтопазы, розовые кварцы. Вот здесь у меня для озона все висит подготовленное. Если на зоне заказываете, то отправляются вот с этих стендов вам украшенько. Видите? Все аккуратненько висит. Все с бирочками уже. Все вот это абсолютно собрано вручную. Каждая бусинка отбирается. Здесь сапфиры двухмиллиметровые, рубин деклассированный, гранат самый популярный у меня в магазине. Зеленый турмалин. Зеленый турмалин камень очень редкий и дорогой, но он не очень популярный, не знаю почему. Также популярный черный турмалин. Оставлю вам ссылочку на озон. Все это сфотографировано, выставлено на озоне. Коротенькие видео добавлено. Не представляете даже, какая колоссальная работа проделывается, чтобы вот это во-первых собрать. Самое тяжелое, конечно, сфотографировать. Кстати, смотрите, какой у меня голубой топаз есть. Очень хороший. Он вот на самом деле такой голубой. Там тросик голубоватого цвета, но если с тросика снять, бусины останутся такие же голубые. Есть, знаете, тросик, не тросик, а нитку ярко-голубую нанизывают. На ярко-голубую бусины нанизывают и получается прозрачный топаз становится голубым. У меня же голубой топаз на самом деле голубой. Есть у меня еще и прозрачный топаз голубой. Вы можете найти на озоне. Но вот этот, который я сейчас показывала, он именно голубой. Так, вот это вердит. Его называют африканский изумруд. Тоже есть. Это единственное украшение из вердита, которое у меня есть в магазине. Далее нефрит. Смотрите, какая полочка. Не полочка, а крючочек объемный. Тоже бусы есть. Кианит. Что еще интересненького? Вот такие. Вот это не помню, как называется. Интересно. Тоже натуральный камень. Немного принято. Есть вот такие вот колье. Такое одно осталось массивное из янтаря. Смотрите, какие еще два браслета из янтаря. Бронзиты, серафиниты, далее это сапфиры, шпинель, берил, черный турмалин. Еще одна полочка. Очень красивые родониты, родохорозиты. Вот такие браслетики. Все это сфотографировано. Чероиты. Представляете, если я каждое украшение буду отдельно показывать, то есть тут видео наберется, не знаю сколько. Это натуральный бразильский агат ботсвана. Еще что. У меня есть аквамарина немножко. Далее. Вот такой. Это тигровый глаз. Тигровый глаз. Дальше сардоникс. Красная яшма. Красная яшма. Уральская яшма. Аметисты, соколиные глаза. Цитрины. Бычьи глаза. Агаты. Вот здесь розовые бразильские агаты. Очень красивый камень. Почему-то не покупают у меня. Натуральный, никакой не гретый. Завис. Вот такие розовые гранаты. Такие гранаты. Смотрите, вот такие у меня гранаты есть. Красивые. Такие массивные еще гранаты есть. Качество похуже, но... Они большие. Они большие. Мне нравятся. И очень-очень много еще другого. С другой стороны стенды еще висит. Заходите, смотрите. Заказывайте. Выбирайте. Я буду ждать ваших заказов. Ежедневно в каждый будний день с 8.00 до 16.20 по московскому времени. Общаюсь с вами активно в переписке на ярмарке мастеров. По WhatsApp я не принимаю сейчас заказы. В WhatsApp в основном пишут те, кто не может сделать заказ на ярмарке мастеров. Или очень-очень сильно сомневается. Куча переписки идет бесполезной. И часто заказы не происходят. Поэтому вы определяете самостоятельно на ярмарке мастеров. Если определились, уже делайте заказ. Все там предельно ясно. Когда оформляете заказ, у вас прописывается и стоимость доставки, и способ оплаты. Все понятно. Если уж что-то там нужно досказать в комментариях к заказу, допишите. На этом я прощаюсь с вами до следующих видео. Ссылку на ярмарку мастеров на Озон я оставлю. Спасибо за внимание. Всем пока.